ВОРОДКОВ Женя Гребенников в атаке, друзья. Либера Зенита приносит сетбол. Ну вот и такое бывает. Посмотрите, там начал сетовать Андерсон, что, дескать, не ему сейчас передачу отдадут. А в итоге будьте любезны. Будьте любезны. И радость Андрея Толочко можно понять. Женя Гребенников приносит сетбол. Создает Зенит, а подачи-то свои. Вновь блестяще играет Гребенников. И контратака. Егор Клюка. Мяч по-прежнему в игре. И Якутий набирает свое первое очко. Но самое главное, Якутий, когда была атака, он среагировал там. Вот если будет самой начальной фазой. Клюка приносит второе очко. 2-0. И подает Тодор Аскримова. Есть доводка. Семен Дмитриев по блоку. Страховка Янутова за головой офицов. Блестящая игра в защите Мэтью Андерсона. Первый темп на тройном блоке. Будет ли атака? Будет. Но со стороны Зенита. И через открытую линию Мэтью Андерсен завершает этот игровой эпизод в пользу своей команды. Через открытую линию в шестую зону умудряется он попасть. Многовато может быть линии ему блок открыл. Казаченков подает через трос. Гребенников на приеме. Ну и здесь Полетает все-таки смог. Из четвертой зоны своей левой рукой принести 23-й очко Зениту. Потому что он понимает, что все последние передачи были на Илью Казаченкова. И рано или поздно сейчас его закроют. И решил усилить свою переднюю линию. Потому что Илья Казаченков это на задней линии. Что-то случилось у игрока Зенита. Не совсем вижу кто это. Это Женя Гребенников, либера команда. И сейчас могут быть трудности у Зенитов. Поскольку номинальный второй либера Сергей Милко-Озеров одет. Московского Динамо, действующего чемпиона. Потому что Москва была 2-0. И вроде Денис мог вернуться в игру. Сравнять счет 2-2. И буквально на тайбрейке 2 очка. Не хватило для того, чтобы Кокумя сейчас после перекинул Максим Космин на сторону локомотива. На бой. И сразу еще и заблокировал Илью Казаченкова. Розыгрыш имени Максима Космина, который сам отправляется на подачу. Я им допускал в прекрасный. Дмитрий Волков подает. Егор Клюка принял. Эту подачу. Передача сложная. В исполнении Ковалева направление Воронкова. И теперь уже контратака Казанцев. Повторная контратака. Результативно, да, столкнулся с девушкой, которая подает вещи. Извиняются. Ну все обошлось. Олимпийку, сербский диагональный. Казаченков. Там, по-моему, по голове попадает мяч Воронкову. Сносит LED панели Женя Гребенников, но мяч в игре оставляет. Не знаю, он вышел или нет, Воронков здесь такой финт Гранкина хотел провернуть, но мяч приземлился за боковой. 4-7. Мяч снова касается сетки и легко его принимает Гребенников. Спасает мяч вновь Гребенников. А Мэтью Андерсон реализует свою попытку в атаке. Металь фантастическая, просто с подкруткой мяч летит. Подача Ковалева, Кротка справляется с приемом. И здесь Гребенников в защите блестяще. Но розыгрыш продолжается. Сетюхин, 26-25. И еще один сетбол для гостей. Обсуждает. Со своим помощником. Сет-23. Клюка принимает. Полета его заблокировали, но страхует Гребенников. Лихоширство сразу не получилось. Клюка добежит. Убегает Андрей Владимирович Тулачко. Оставляет мяч Женя Гребенников в игре. И здесь. Но все-таки Ярослав Подлесных забирает этот розыгрыш. 21-23. Не получилось у Ковалева скинуть сразу. Отыгрываются от блока то одни, то другие. И в итоге Виктор Полетаев заставляет Андрея Тулачко сжать кулак и потрясти им от удовольствия. За своего диагонального 3-1. И это только начало, друзья. Ведь в этом году 30 туров мужской Борису Перлиги. А это только шестой. Только 20% позади. Оставляет мяч в игре Воронков. И продолжается розыгрыш. Ребенников успевает. Полетаеву неудобно. Но Виктор Полетаев. Это Виктор Полетаев. 19-18. Диагональный питерского «Зенита» в этом году очень и очень хорош. Ложь. Вновь Андерсон. Хорошо. Но принимает подлесных и сам в атаке. Гребенников вставляет мяч в игре. А вот Куласов и нерационально использовал той шанс. Какой мяч вытащил Гребенников. Ну дайте нам повтор насладиться. Белые флотки не выбросило. А между прочим, что касается Дрожана Лобурича, то его подачи очень бы пригодились новосибирскому локомотиву. Здесь в нападении. Серп, но не удается забить. Это сейчас про то, что обычный мяч. И Юрий Бережко доводит на ту сторону. И вправо Игорь Тисевич, который достал этот мяч. Но Дрожан Лобурич как будто был не готов, что достанет его связующий этот уходящий мяч. И просто скинул здесь без блока. За какая защита от Семена Кривиченко. И не рискует Александр Костадинов. Это сейчас сразу забьется «Зенитом». Ну, конечно, в таких матчах, концовках, после защиты должен был рисковать Александр Костадинов. Свою команду от забитого мяча. Вот в этом эпизоде вот она атака. Вот здесь, видишь, как... После его подачи вполне серьезная и сильная. Но «Зенитовцы» справляются и доводят мяч до Яковлева, который забивает. «Ой, ну, я здесь...» Красиво. «Ой, ну, я здесь...» Есть прием от Воронкова Космина блокирует А вот здесь неразбериха В действиях Зенита В итоге Гребенников переводит мяч На половину Локомотива Розыгрыш продолжается Ну а теперь уже Воронков ставит в нем точку 18-13 Сняет гимн России Хотя, как вы понимаете Он родился, вырос И вообще подданный Италию Не получается после таймаута Зенита атаковать с первого раза И здесь Андерсон перебрасывает мяч На половину строителя И отличная атака Владислав Черныш Ну и вот такую Косил Ясь Канюшину включают Под сводами Сибур-Арены Пакшен в атаке Но удается сохранить в игре Зениту И блестяще играет Гребенников На опыте На чутье Как он видит поле, да? Да, направляет из середины своей площадки Мяч в незащищенное место Команды Кузбасса выигрывает Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok